Трагическое известие пришло из Турции, где подло убит посол России Корлов Андрей Геннадьевич. Я, прежде всего, приношу самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким нашего товарища, который ушел из жизни. Прошу Министерства иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по вековечению его памяти. Он ушел из жизни на боевом посту. Это был блестящий дипломат, пользовался очень хорошей репутацией в стране пребывания, имел хорошие отношения и с руководством Турции, и другими политическими силами. Пользовался у них уважением. Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично и в течение моей последней командировки осенью этого года в Турцию. Он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал. Совершённое преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном и другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют. Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту убийства. Ему поручено сформировать межведомственную рабочую группу, которой надлежит незамедлительно вылететь в Анкару для участия вместе с турецкими партнёрами в расследовании этого преступления. Договорённость об этом достигнута в только что состоявшемся телефонном разговоре с президентом Турецкой Республики. Мы должны знать, кто направлял руку убийства. Необходимо усилить охрану дипломатических представительств Турецкой Республики в России, посольства и других представительств, а также получить гарантии от турецкой стороны по обеспечению безопасности российских дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. И прошу вас внести согласованные предложения по усилению мер безопасности российских дипломатических представительств за рубежом.